Может ли долг в размере 20 миллионов тенге стать поводом для убийства? Почти 10 лет назад в Астане киллер застрелил около подъезда 53-летнего мужчину. Как позже выяснят полицейские, во всем этом были замешаны сразу два заказчика. Вот только один из них никого убивать не просил. Как все было, узнаете в этом сюжете. Ноябрь 2016 года. Астана вовсю готовится к проведению экспо и приему гостей из разных стран. Полиция работает в усиленном режиме и вдруг почти в центре города происходит детское убийство. 53-летний предприниматель, занимающийся строительным бизнесом в столице, как обычно возвращался к себе домой. Мужчина уже почти зашел в подъезд, как вдруг ему дважды выстрелили в спину. Выстрелы были настолько громкими, что их услышали даже жители соседних дворов. В то время как преступник уже скрылся, свидетели случившегося вызвали полицию и скорую помощь. Однако помогать было уже некому. Мы приехали на место происшествия, все улики зафиксировали, осмотрели труп и так далее, и начали свое расследование. Мы произвели детализацию номеров и выяснили, что маршрут за минут 20 до приезда нашего потерпевшего, вот этот абонентский номер находился уже в отдалении этого дома. Выяснилось, что номер принадлежал 31-летнему жителю Кустаная. После совершения убийства он на такси доехал до вокзала, а после сразу уехал к себе в родной город. Там его задержали, но вину он признавать отказывался. Полиции пришлось пойти на хитрость. Он, в свою вину, не признавал. То есть у нас были зацепки, в частности того, что мы проводили невластные действия, различные оперативно-радостные мероприятия. Ну, здесь была главная зацепка, когда я его допрашивал лично сам. Он все отрицал. Единственное, мы же на него вышли по номеру его телефона, а когда я ему задал вопрос, какой-то номер принадлежит вам, он ответил да. То есть это было ключевым. Теперь оставалось выяснить мотив убийства. Было ясно, что преступление тщательно спланировано. Это могло указывать на то, что погибшего кто-то заказал. Версия о заказном убийстве в итоге подтвердилась, но здесь все было не так однозначно. Заказчиками, по сути, оказались сразу двое людей. Объясним схематично. Два приятеля. Одному 53 года, другому 54. Оба на тот момент занимались строительным бизнесом. Второй занял у первого 20 миллионов тенге, но решил их не возвращать. Вместо этого он обратился к их общему знакомому, которого попросил припугнуть приятеля, чтобы тот не просил свои деньги обратно. За это он обещал знакомому гонорар в размере одного миллиона тенге. Однако общий знакомый задумал действовать по-своему. Вместо того, чтобы припугнуть, решил нанять киллера. А после, путем шантажа, хотел забрать те же 20 миллионов тенге уже себе. К преступлению заказчика киллер готовились около двух месяцев. Сняли квартиру, в стане купили оружие, следили за передвижениями жертвы. Однако, после совершения преступления и задержания киллера, полицейским еще предстояло доказать вину заказчика. К слову, самого киллера в итоге посадили на 17 лет. Сложность дела еще в чем была? Сложность в том, что из-за того, что они одной национальность, диаспора, они категорически, никто не давал таких точных показаний, даже со стороны потерпевших родственников. Я так полагаю, мы, новинника мы не знаем, но было такое ощущение, что они тоже некоторые детали знали изначально. Но не хотели об этом говорить. Так как у них диаспора, как говорится, у них такой свой кодекс, они друг друга не сдают, да, скажем так. Такое было на самом деле. И в этом и вправду была сложность, потому что мы и детей, да, умершего, скажем так, и его близких родственников, братьев допрашивали, да, их признавали потерпевшими по уголовным делам. Но полных детальных правдилых показаний они нам не дали. То есть, как бы, они не скрывали то, что, да, действительно, отец умер, они горевали, но именно правду они не сказали. Ну, раз все-таки произошло убийство, да, на территории нашей столицы, нашей родины, это было особо дерзкое убийство, да, и мы тщательно им занимались, и вот все детали уже в ходе следствия выяснили. Расследование в отношении него длилось два года. Приговор вынесли в октябре 2018-го. Ему дали 15 лет лишения свободы. Оба по сей день отбывают наказание в колониях строгого режима. А вот в действиях мужчины, который хотел припугнуть приятеля из-за долга, полицейский состава преступления не нашли. Заказные убийства в Казахстане случаются достаточно редко. Куда чаще их просто не успевают довести до исполнения. Последний случай произошел в марте 2024 года в Западно-Казахстанской области, где на данный момент уже завершилось расследование в отношении 40-летней заказчицы и 33-летнего киллера. Как выяснилось, задержанная не желала делить имущество со своим мужем и потому заказала его. Киллеру она планировала заплатить 2 миллиона тенге. Оба сейчас ожидают суда. В предыдущем выпуске проекта «По следам» мы рассказали о захвате заложников в СИЗО Астаны в конце 90-х. В следующем выпуске вы узнаете о том, как долговая книжка стала главной уликой в расследовании двойного убийства. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.